Всем привет, с вами Europe, рубрика Живая Игра, в данной рубрике стараюсь комментировать свои действия, делиться опытом, естественно не знаю как закончится рейд, у нас по плану если повезет убить 3 чувака в голову квест и второй квест опять же зависит больше от везения, если нам дадут босса, так вот эту рукоятку спрятать, думаю ладно тут лутаться не будет, чтобы не подловили еще, сегодня воскресенье, много людей должно быть и естественно по этой причине больше лагает, в карторе зачастую нормально себя ведет, но вот в данной катке конкретно, уже это что бот, уже ощущаю что фризит не сильно, но фризит, тут как бы есть свои плюсы, значит есть люди на карте, но перестрелять с лагами их сложнее, ну по крайней мере со снайперки так точно росыпью на мп7 не брал, мы можем где нибудь пока полежать, могу ли я машину отсюда видеть, здесь проверим, пятно какое-то плохо видно, мою машину тоже особо не видно, вот и первое, чупакавру бежит, в идеале чтобы он остановился, это бот стреляет, по нему стреляет, думал чего как, кстати очень похож, так начинаем искать кто стрелял, головой шатаем, аль-д, аль-а, руки у меня уже как видно выдохлись, это плохо, восстанавливаем, прикрываясь кронами и деревом, ну здесь я в это в низине холмом прикрываюсь, меня по сути только с этой стороны хорошо видно, наверное там стороны надо мониторить, смотрю стандартная позиция, вот камешек, естественно любое дерево, хорошее укрытие, я сижу не стандартно, меня заметить можно, но сложнее, кажется можно, но сложно, где-то там кто-то стрелял по ботам, по ботам, маслину поймал, но кто стрелял так и не положил ко мне машины една, мне надо найти какую-то позицию по это, поинтереснее, здесь более рисковое место сюда будет больше зырить, просмотрю деревья, благо с этим прицелом обзор хороший, но прицел некомфортно на любителя, просто он нужен из-за квеста, так выстрел, стекло разбилось, откуда стреляет, может он во временке сидит, да похоже, налево что-то мелькнуло, а вот он вот, он бежит в лупу, он лёг, да, брызгала сирене, ну тут он это, нервишки сдали у него, странно, я стрелял вроде в голову, но он так лежал там, из-за травы не видно было хорошо головы, и на холодную играю еще первый рейд, вообще самый первый рейд на сегодня, то что я вообще выжил, если бы я не хотел делать квест, я бы на mp7 перешел бы и убивал бы его с mp7, думаю вообще проблем бы не было, я после того как он выстрел с Моси понял, что у него тоже снайперка и посчитал, что в честной дуэли есть шанс перестрелять, но с меня снайпер как видите не ахти, это дело практики, надо еще привыкнуть к прицелу и разыграться, так слушаю, у нас была перестрелка, надо руку залечить, вообще грудь лечится голова в первую очередь, ну это так рассказывайте те, кто недавно возможно начал, а лучше вот зажали четверочку, ну у кого как, у кого там, на что вы биндите, ну сама близко эта четверка удобно, еще пока сидим тут придим, слушаем, могу так тоже рассказать свое впечатление по поводу лечения, есть люди которые советуют допустим ставить на четверку, можно забинить четверка допустим на лечение, останавливание крови и четверка будет на отпускание, типа как аптека работать, ну то есть грубо говоря у вас будет рисоваться 4-4, я так делал, в начале кажется что прикольно, типа удобно, но на практике оказалось нифига неправильно, сейчас объясню почему я от этой практики отказался, вот видите в теории иногда кажется что это так классно, удобно, а на деле не всегда так, сейчас мы на бейсбол лутать его я думаю не будем, он в поле лежит, ну нафиг, ничего с него брать, давайте проверю правый фланг, чтобы никого тут не было, пока иду с мп7, в случае ближнего боя, смотрю вот скалы эти, вроде никого, можно поснайперить, у меня хороший прицел довольно, можно туда поснайперить дал еще, потому что могут там дальше сидеть, ну я думаю на меня просто реагировали, если кто-то был поеден, надеюсь что да, вроде типа нет никого, так вот здесь будет снайперед, какая туда дистанция, офигело знаю, давайте посмотрим, типа условно 300 метров, ну это тоже важно знать, сюда 200, если округлить, ну в целом если вы на 50 метров даже ошибаетесь, там я просто пристрелка использую, оно попадает обычно, ну еще зависит от патрона тоже, как вон там скорость полета и так далее, точность оружия, но снайперки обычно точно, есть квест могут тоже сидеть, никого не вижу, так, о чем я недорассказывал, почему неудобно делать на одну клавишу и останавливая кровотечение и лечение, потому что бывают такие ситуации, ближний бой, когда вам выбивает грудь в красную и у вас как раз есть время отличить грудь, вам не надо в этой ситуации останавливать кровотечение, вам нужно отличить грудь и когда вы нажмете четверку, ну естественно по привычке, то что игра сделает еще персонаж, он не будет лечить грудь, он будет останавливать кровотечение, а отличить грудь вы не успеете, вас убьют, а это могло бы вас вроде кто-то слышит спасти, вроде кто-то был, еще самолет, сейчас не слышно, может это, из-за самолета, не вижу, пока внизу, в окопчик такой как, а где с... это не по мне, но, извиняюсь за мат, да, все-таки там походу в кустах сидит, сидит чел, я его слышал, он там снайперит, он куда-то стрельнул в бота, наверное, у босса нет, как вы уже догадались, я тоже думаю, босса уже нет, вот убить его, наверное, с МПС будет несложно, а вот снайперка в голову, вот это... а вот дроп, сейчас он побежит рисковать не по флешке, но с одной из флешку можно и закинуть, но, блин, это не гарантирует, что она слепнет дроп тоже по снайперить хорошая идея но у меня, чтоб спины не убили этот чел так, я надеюсь, у нее снайперка, ну чтоб не автоматическая а не, он меня уже услышал, как-то или увидел причем звука 0, он вышел как он знал, что я как бы здесь за деревом непонятно а, понятно, вон белый ник голова уши белый ник у него снайперка 48 смотрим 0% 1 1 1 2 2 вот такие у него все достижения типо крутые левел 41 ну статуи, что-таки, сливает kd4 типо, это норм не знаю 21 пробежка вот это странно наверное так делают обычно читаки потому что он забежал, например, на карту увидел тут нечего ловить допустим да, он ищет ладыкс или еще что-то вкусное увидел, что ничего нет и выбежал, потому что он читер я думаю, он читер он не мог меня слышать он был в низине он задел кусты я я-то подошел потом самолет сразу начал лететь по идее он меня вряд бы слышал думаю, что он читер ладно первый рейт такой вышел сейчас будем дальше продолжать в целом я взял более этот простой сетап пистолет броню мобильней так, кстати в прошлой катке забыл можно было подозаряжать патроны чтобы прокачивать снайперские винтовки владения они все равно нужны по квесту поэтому накапывай, если вы хотите поэтому качаем так зашли за сахаром водой едой вообще тут еще самогонка бывает я шел за самогонкой но пока только за закуской получилось сходить да и кстати чтобы закинуть мы взяли пистолет в руки добавили плюс одну пульку иногда это может подрешать кто-то близко куда это дерево кто-то бежал звук как всегда охеренный а вон латается он меня не слышал получается он уже наверху да он правее пока он латает тут плохо видно не спешил я пока на картах вообще он меня не должен слышать он уже 100 на стамина на руки на карты перешел тоже отдыхает руки сейчас он здесь это первое видно говорится хоть перь не дорогая чтобы я дырочку нашел ну придется на ходу стрелять него это плохо думал его поймали на латане но тут жрет что-то зараза парики что ли ну что надо голову дать троим я сейчас напоминаю походу вот а че не стонет я не понял как я его не убил первый раз неужели это танкануло броня или дерево убил убил вроде как убил давайте так на 90 процентов я уверен что убил но на всякий случай я скину можно еще флешку не пожалеть да поставил его неудобное положение как говорится скалашом хорошо теперь у меня скалаш а он 10 левел ну что сказать повезло мне что тут новичок был но везет сильнейшим конечно беру броню но он набрал отчеток много патронов на выходе не же взял молодец кресла то что заканчивается на сало это кресла я говорится украинцы такое любят так вроде бы все взял очки нам не надо еще можно дальше латать но я не буду но поиски теперь у меня перегруз бежим бежим дальше искать чувака зачем он правда взял столько патронов а шлемофон выкидываем ну скажи меня сыграл так наверняка был уверен на 95 процента что он умер но но на всякий случай флешку бросил и выбросил снайперку чтобы она если я вдруг там залажал бы то она скорее вернулась бы по страховочке ну здесь тайник поэтому можем встретить чего камера они же чувака ну грубо говоря игроки опа хорошо кто-то там валится наверно сахар в трусы хотя сахар еще не очень дорогой но все равно трусы да там кто-то убивает ботов нам туда нам срочно туда по правычке всегда перепроверяю какой режим огня вот слева у нас здесь много деревьев болен это чё это бот и это бот а граната мне вроде бы была да граната мне мне надо прятаться вот эти все заросли это хорошо но не для снайпера поэтому поэтому тут нельзя про щитов как-то пройти не там тоже слева чего кандер есть мне не нравится моя позиция мне плюс из калаша стрелять плюс патроны говно надо дальше бежать там фармила мне кажется фармила убить будет проще если я его найду он будет бота влутать с большой вероятностью на этом можно его и пор больно плохо бот засек просто когда бот у вас засек если парень опытный он поймет что он не один и будет более осторожно действовать но еще есть вариант бот не стрелял это хорошо по мне он может подумать что его заметил бот поэтому пока все норм пока ползем партизанам вон он вот уже я спалился не ожидал такого подвоха откуда вот этот взялся с смотрим спину все таки граната летела непонятно мне или нет но лучше думаю что мне иначе вы так уборотите фланг спину не будете проверять и вас могут щепухнуть неожиданно действительно можно прострелить но пройти нет как то не знаю вроде прикольно но проход был бы тоже в тему сами боты мне не дают подкрасться дальше потому что мне приходится идти через них и тут уже мне кажется я в плохой ситуации буду если я подставлюсь спереди чвк сзади боты будут щемить вот а там дальше кто то еще был туда там справа был правее бот еще один а вот дальше кто там был я не понял наверное тоже бот что-то они туда-сюда бегают их три парень который убивал бота он вроде дальше получается через этих так я так просто типа не пойду но по логике он мог бы пойти этих бота убивать если он реально фармит их а а возможно я его и видел не болен плохо вот он да нашли фармилу он спрыгнул за камень в общем ушел мы мы легли чтобы во-первых руки не тряслись и нас так уже вот 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 я думаю пристрелку можно даже не ставить что нам с пистолетом это уже был шанс убить я что думал что я не на зуме перепроверил оказалось что на зуме и втыкал шанс хороший был убить его скоро стамина на руки пошло нашел вправо он походу потеряны новичок какой-то вам чтобы справа никто не прибудил я вижу сейчас мы вроде бы все не ярко но тут качетка магазины яркие но я сейчас на брюхе он дальше усердно дрючит бот он он сагрился можно конечно поближе подойти но вправо крутить не хочется на нашу лево пойдем крутить опять же он может быть не один поэтому я так осматриваясь осматриваясь да он и не один это еще сегодня он мне это руку выбил блин что-то снайпер с меня капец надо отступить руку залатать сейчас самолет не самая удачная потому что сейчас звука нет меня могут пропушить я этого не услышу но руку надо восстановить для снайпера это очень важно рискуем наверно туда на лесопилку или куда он там бросает бросает смотрю блин 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 на 5 на 5 на 5 дилем это дроп в прошлом прошла катка тоже дроп был и фризит вроде слева бежал это так светло у меня есть этот пустых и желание она на убрать ищу его он знает тоже обо мне боится а вряд ли он побежит в тупую такси вспомнил что я не дозарядился можно было зарядиться сразу беру в руки автомат чтобы это это кино 10 не знаю надо на дроп на набежать просто пушить человека который о вас знает да еще со снайперкой это самоубийство ладно с автоматом но мне что квест надо делать блин ушел и новичок был шанс его попробовать хотя бы прибить но я не воспользовался мой косяк вообще-то я задыхан и надо это уколоть на силу чтобы быстрее бегалось попробую прощупать дроп может он полутает правда я думаю опаздываю наверно было раньше бежать но опять же никогда не наш как правильно может там дроп будет не сразу болтать потому что тоже боятся а я как раз подойду они начнут лутать с калашом вдруг ближнем боя я без обезболла это плохо но я не хочу время терять а где же дропик он еще прям прям по центру деревни я еще здесь могут тоже снайпера быть поэтому я боюсь встретиться с ними из этого калаш в руках дропа не вижу почувствуем где-то овощи на краю упал часто туда падает если три машина вышли ли на машине нет нагло проверяя снайперские позиции ну так рискова еще дроп его не вижу блин наверное ошибся где-то дальше упал а вон он лежит окей окей думал тупо по центру охлотать его конечно это пипец бот ходит да неужели да тоже мой рейс ну там слева щечелек мог бы быть неужели он уже залутал его есть вариант что он не залутан вообще правильно или поздно кто-то придет на выход на машину увидит дроп и есть шанс его прибрить но не буду столько но этот окей допустим теоретически это второй фраг в голову мне надо 3 сейчас опять же даже жалко что того новичка не подловил и сейчас уйду его могут залатать и останусь и без дропа еще я не замужем зовут он тоже такое сейчас найти 3 она она уже очень сложно будет чтобы как-то лиц остаться хотя бы в плюс попробуем посмотреть за дропом ты носила его бота охраняет если кто-то придет то будет заварушка с ботами до выхода забать 14 просто дилемма услышу ли я перестрелку с я отойду дальше это в упоре ботами нет человек о чем не слышал думаю что-то человек опять же дилемма пробу дальше класть делать учитывая что вряд ли я убью еще 3 найти в упор стреляться под флешку тоже не гарантия что она слепнет да еще граната возьму он слышит это заботами стрелять тел очень близко стал он лежал встал там человек на дробь пришел бывает ботов будет этот дробь то есть шанс посмотрите логика какая шанс сделать квест из этого убил голову и поэтому наверно стоит рискнуть вид очень-очень близко чем мы можем отбежать и сны перейти что мало времени никого а руколицо по звук он был прям упор но как видите звук настолько ужасны что он был метров 20 от меня получается вот куда я бросал флешку это и был по звуку типа он там опять этот реминдон 700 и все что ли этот квест делает три процента ну вряд ли это читак понятно что чутка звук подвел ну и плюс я его поздно заметил потому что я вправо смотрел